Аль-Хамдул-Ляхи, Робби Ла Али-Амин, вассаляту вассаляму, аля Набиина Мухаммадин, аля Алихи, вассахви, вассаляма, барак, луфикум, встречи, знакомства, продолжаем наши встречи, знакомства, сунны. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи, вассаляма, говорил, «Изээ асбаха ахадухум фальякуль, если кто-либо из вас встречает утро, пусть скажет, асбахнау азбахальмульку лилляхи, Робби Ла Али-Амин. Мы дожили до утра, и власть этим утром принадлежит Аллаху Господу миров. Мы дожили до утра, и власть этим утром принадлежит Аллаху Господу миров. Братья Барак Луфикум — это викр, откуда? Из поминаний утренних и вечерних. То есть мусульманин, если совершит утреннюю молитву или же молитву асар, после того, как закончат афкары, викры, то есть виды поминаний после молитвы, должен Барак Луфикум стараться каждый день читать те утренние и вечерние виды поминаний, которые делал пророк Салаллаху Алихиосам. Первая вещь, мы видим, Барак Луфикум, что все эти афкары, и это основа, что все дуа, если посмотреть на дуа Пророк Салаллаху Алихиосам, братья, это дуа единобожия. То есть это и есть суть единобожия. И тот человек, который бережливо относится к афкарам, то есть к поминаниям Всевышнего Аллаха, будь это Барак Луфикум, как мы сказали, афкары после молитвы, будь это Барак Луфикум, афкары по утрам и по вечерам, будь это те афкары, которые мы делаем, выходя из дома, заходя домой, одевая одежду, например, даже при близости с супругой, когда мы кушаем, когда мы закончим кушать. Если человек постоянно будет стараться эти викры делать, в первый момент, если ты не знаешь их наизусть, возьми на телефон, крепость мусульмайна загрузи, и Барак Луфикум читай постоянно. Вот постоянно телефон же с собой носим, вместо того, чтобы сидеть там в Инстаграм и другие вот эти сумасшедшие ненормальные соцсети заходить, лучше ты вот постоянно сиди и смотри, куда в крепость мусульмайна. Так вот поставь туда, например, вот есть там такая функция, называется, допустим, избранные, вот поставь себе избранные. И если ты несколько дней будешь это повторять, читать, ты заучишь это наизусть. И твое сердце, брат Барак Луфикум, будет постоянно связано с Всевышним Аллаху Субхану Аталию. А это и есть суть единобожия. Суть единобожия – это постоянная связь твоего сердца с Господом Субхану Аталию. Это вещь номер один. Вещь номер два Барак Луфикум, Всевышний Аллаху Субхану Аталию, сказал, «Ваш Господь, взывайте ко мне, я вам отвечу». То есть ответит вам на что? Смотрите, что мы просим. Ты говоришь, «Мы дожили до утра, и власть этим утром принадлежит Аллаху». То есть первое – это что? Признание господства Аллаха Субхану Аталию. То есть ты отказываешься от всех сил, от своей мощи, и говоришь, что Аллах, Он и есть, вся власть принадлежит одному Ему, Господу Субхану Аталию. То есть твое признание, что ты раб, а все Господь. Соответственно, это настроит тебя на что? Все, что произойдет в течение дня, ты будешь знать, что это? Твой Господь всем этим управляет. И ты к этому спокойно будешь относиться, правильно? Вышел на улицу, например, забыл что-то. Субханала, кто-то начинает ругаться, обзываться, какие-то плохие слова говорить, материться, что Он что-то забыл. Будь спокойным. Это же Господь забыл тебя заставить, например, заставил тебя забыть ключи. Спокойно вернись, Бараклофикум. И не будь многобожник, который говорит, это плохая примета, нету никаких примет. Знаете суть примет? Вы знаете приметы? Черная кошка, что значит? Черная кошка, это просто кошка идет по своим делам. Вот это вот черная кошка. Черная кошка идет по своим делам. Мыши кушат куда-то. Если говорят, например, рассыпал соль, разбил зеркало, разбил зеркало, суть этой приметы какой? Руки не с того места растут. Грубо говоря. Будь немножко аккуратнее, внимать. Вот это суть приметы, Бараклофикум. И вот так вот вся примета. Люди сами себе придумали. Братья, многобожник постоянно от того, что он постоянно живет в депрессии, он после этого начинает себе придумывать депрессию. Валлахи, братья. Человек, когда живет, то есть иногда бывают люди, вот бывают же люди, например, очень им что-то тяжело. И когда ты им облегчаешь, они не верят. Говорят, не может быть так легко. Вот не может быть так легко. А ты говоришь, нет, это реально легко. Они сами себе что-то усложняют. И потом вот, поэтому они и придумывают. То есть придумали себе в депрессию, и потом они думают, что невозможно без депрессии жить, невозможно без страха жить. И начинают придумывать себе вот эти всякие, что, приметы. Верующие же не так. Верующие встречают утро и говорят, мы встретили утро, и власть утром принадлежит Господу. Как она и принадлежит ему вечером. Постоянно она ему принадлежит. И ты, Барак Луфик, он настроен, что Господь будет управлять тобой. Будут вещи происходить вокруг тебя, и ты к этому будешь относиться спокойно. Потом ты делаешь дуа, на который твой Господь обещал тебе ответить. И говоришь, О, Аллах, я прошу тебя добра этого дня. Фатха, чтобы ты мне открыл то, к чему я стремлюсь. Насрагу, чтобы ты одарил меня победой над врагами. Нурагу, света этого дня, чтобы ты помог мне приобрести знания и жить в соответствии с ними. Баракатагу, прошу у тебя благодать этого дня, чтобы ты облегчил мне дозволенный удел. И прошу у тебя руководство, то есть, чтобы ты укрепил меня в следовании за пророком и помог мне бороться со страстями. И говоришь, и прибегаю к тебе от зла того, что в этот день. И прибегаю от зла, который предшествует и следует за этим, этому дню, и последует за этим днем. И если вечер приходит, то же самое говорит. Баракалу, в следующем хадисе пророк, салаллаху, алейхи ва салима сказал, и это забытой сунной в наше время является, из Астаха, Бараджуля, они мусульмане, если два мусульмана вместе идут, фахаля байна гумашаджира, и между ними оказывается дерево, то есть один с одного стороны дерево, другой с другой проходит, а у хаджира или же какой-то большой камень, а у мадр или же какое-то строение, фалью салли махаду гумаля ляхар, пусть один из них поздоровается с другим, я табаду алю салям, то есть они должны обменяться салямом, это сунну очень-очень мало в наше время, баракалу, фейкум, кто практикует. В следующем хадисе посланник Аллаха, салаллаху, алейхи ва саллима сказал, если ваш имам говорит амин, то есть прочитав сур-у-фатиху, то и вы говорите амин, тот, чей-то амин, то есть слова амин, совпадут со словами ангелов, то есть когда они говорят амин, ему будут прощены все его прошлые грехи, вот такое оно достоинство, баракалу, фейкум, говорить амин за имамом, который говорит амин. В следующем хадисе посланник Аллаха, салаллаху, алейхи ва саллима сказал, это в наше время тоже забытое сунна, и очень-очень мало кто ее практикует. Если кто-либо из вас ложится на свою постель, то пусть внутренним частью изара, ну изара это вот мы как говорили, баракалу, фейкум, это то, что одевают люди во время хаджа, но в наше время, если ты одеваешь другую одежду, можешь другую одежду делать или рукой, то пусть очистит свою кровать. Со словами бисмилля, как пришло в некоторых реваятах. То есть вот ты лег на кровать, вот то место, где ты лежишь, скажешь так, бисмилля, бисмилля, бисмилля. Фаин нагуля ядри махаля фагуали. Потому что он не знает, что там лежит или что там находится. Да, может быть какие-то существа, какое-то насекомое, а может быть вещи, которые мы не видим, как джинны и так далее и тому подобное. А потом ты ложишься, и тебе страшно сни сняться, или болеть ночью начинаешь и так далее и тому подобное. Может быть по той причине, что ты не почистил свою кровать. Потом ляжет пусть на правый бок. Потом пусть скажет. Смотрите, опять Тухид. С твоим именем, о Господь. То есть, что значит с твоим именем? Желая твоей помощи, о Господь, я положил свой бок. И только с твоей помощью, или с твоим именем я его поднимаю. Если ты удержишь мою душу, то есть не вернешь ее в мое тело, так прояви милость этой душе. А если же ты вернешь мою душу в мое тело, тогда береги ее точно так же, как ты берегешь, или подобно тому, как ты бережешь праведных своих рабов. И вот так человек утром, вечером, перед сном, когда проснется, все это Тухид, из-за которого Всевышний Аллах создал людей. В другом хадисе посланник Аллаха сказал, Если кто-то из вас закончит Ташаху, то есть говорит Ахият, Салават в молитве, потом пусть обязательно прибегнет к Аллаху от четырех вещей. Потом пусть взовет Всевышнему Аллаху с тем дуа, о котором вспомнит на той момент. Ибарак Лауфикум, это очень важный момент, обратите внимание, то есть после того, как ты сказал Тахият, Салават, Ташахут, потом есть дуа. В наше время это тоже забытое сунны. Братья, которые говорят, Если сам молится сунн, торопится давать салям. Брат Пророку, Салават, побудился, все те дуа, которые ты знаешь из сунны, начинай говорить, не торопись. И как говорил однажды шейхов Абдуразак Бадр, я с одним человеком однажды молился, имам затянул, то есть видать после Ташахуда долго дуа делал. И один человек говорит имаму, как он закончил, я 15 раз или 10 раз Ташахут прочитал. Видите, это махрум, это лишенный человек. Он мог все это время делать за себя дуа. Это первый момент. Второй момент, дуа место ему в намазе. Либо в суджуде, либо перед салямом. Перед салямом, вот мы увидели, пусть потом делать дуа за себя, что ему придет в сердце. Что касается суджуда, то есть во время намаза, когда человек сделал суджуд, Пророк сказал, ближе всего, когда раб бывает к своему Господу, это во время суджуда, побольше в нем делать дуа. Что же касается времени после намаза, то это не время для дуа, а это время для поминания Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах сказал, если вы закончите молитву, поминайте Аллаха. Не сказал, делайте дуа. А в Куране сказал, что? Поминайте Аллаха. В наше время люди, дуа делают после намаза, где дуа не делается. А то, что дуа надет в намазе, дуа не делает. Лишили себя Барак-Луфикум. Во-первых, лишили себя дуа в намазе такого большого достоинства. В этот же момент придумали новшество Аллаху-Луфикума. Как со штанинами. Если человек беда отделает, то Барак-Луфикум, если сунну оставляет, то обязательно делает беда. Если беда отделает, то обязательно оставляет сунну Барак-Луфикума. В следующем хадисе Пророк Салаллаху Алейхи Васаляма сказал, Если какой-то мужчина, или же человек, да, мужчина совершает омовение, потом отправляется целенаправленно в мечеть на молитву, то есть не так, что по делам, а по дороге в молитву зайду, не, не, направляется изначально его намерение, что является? Идет мечеть целенаправленно. Кут-катаба-лягу-катибу. Тот ангел, который записывает его дела, записывает ему, за каждый шаг, который он идет в мечеть, 10 благих дел. И тот человек, который сидит и ожидает в молитве, то есть в ожидании молитвы, он подобен тому, кто смиренно поклоняется Всевышнего Аллаха. Он будет записан как молящимся с того времени, как он вышел из дома и пока не вернется домой. То есть вот ты сейчас, например, вышел в Харах, сюда, на обеденную молитву. Твои намерения, что я совершил дома в Вене? Целенаправленно отправился в мечеть. Сидишь там Аср, Магриб, то есть Зухар почитал Аср, Магриб, Иша, не выходишь из мечети. Ходишь там, тавав делаешь, сидишь, зам-зам пьешь, отдыхаешь, после Иша возвращаешься, у тебя у Всевышнего Аллаха написано, что как будто ты вот вышел, когда сказал Аллаху Акбар, и салям только дал, когда после Иша. Вот все это время, как будто ты в молитве был, тебе записывается. Баракаллаху фик. В следующем хадисе посланник Аллаху сказал, и зато вот да, если ты совершаешь молитву то промывай между пальцами, промывай между пальцами рук и ног. То есть когда совершаем Овене, судн является пробовать между пальцами рук и ног. В следующем хадисе посланник Аллаху сказал, если кто-то из вас заходит в мечеть, пусть сделаешь салят на Пророку Саламу, В следующем хадисе посланник Аллаху салаллаху алейхи ва саляма сказал В следующем хадисе посланник Аллаху салаллаху алейхи ва саляма сказал Если вы услышите голоса петухов или голос петуха, то просите у Аллаха из его милости Поистине петух увидел кого? Ангела, поэтому начал кукарекать Если вы услышите крик осла, то прибегаете к Всевышнему Аллаху аль шайтана Поистине этот осел увидел шайтан И последний хадис Баракалуфикум посланник Аллаху салаллаху алейхи ва саляма сказал Если вы услышите Муаввина, который дает азан, то говорите то же самое, что говорит он Потом делайте салят на меня Это является забытой сунной После азана, братья, первое, что он говорит Только когда закончите, только потом говорит Понял, да? Значит, первый азан, после азана Первое, что мы делаем, что? Салят на пророк Поистине тот, кто попросит для меня благословения, того похвалит Всевышний Аллах 10 раз Потом попросите для меня Василия Вот это дуа, что? Поистине это место в раю Который займет только один из рабов Всевышнего Аллаха Я надеюсь, что я буду этим рабом Тот, кто попросит у Всевышнего Аллаха это место, которое называется Василия Тот получит мое заступничество Хазову Аллаху Алиу Алим Ва чазакуму Аллаху Хайрин Ва баракулу фейкам